Была произведена зеленая обрезка нашего винограда, который над патио. У патио можете посмотреть фильм. Вот этот виноград Бако. Он выполняет у нас роль зонтика до самых замков. Не только зонтика и укрывает нас от солнца, но еще и является отличным сырьем для производства домашнего вида. О домашнем вине тоже можете посмотреть наш фильм. А вино крышку снимает со второго стакана. И замечательный антиоксидант. Вот сегодня была произведена зеленая обрезка. Даже не обрезка, а обломка, потому что обламывали лозы винограда после второго колена, где образуется кисть. Часть этих зеленых сочных лоз уйдут у нас в компостную яму. О компостной яме можете посмотреть вот этот фильм. Я часто видела, что скошенную траву, вырванные сореньки с огорода, выкидывают на мусорку. Это же кладезь витаминов. Можно сделать зеленое удобрение, сложив эти зеленые листья вместе с лозами. Так вот, не выкидывайте, а скидывайте в компостную яму. Если нет компостной ямы, можно делать так, как сделали мы. После зеленой обрезки винограда добавила буквально столовую ложку на ту большую кучу аммиачной селитры. И закрыла все это. Я накрыла целлофаном и ковриком. Понравились наши советы? Используйте. Не понравились? Делайте так, как вам нравится. Мы делимся нашей жизнью, нашей работой, нашими радостями для голубцев. Или как на Кавказе называют долма. Лучше использовать только свежесобранные листья. Лист должен быть мягким, не жестким. Потому что жесткие листья неприятно потом использовать в голубцах. В Молдове используют вот такие листочки на голубцы. И то делят их пополам и потом заворачивают. Но для этого надо обладать таким мастерством. Дальше, смотрите, складываю 10 листочков и заворачиваю для того, чтобы меньше места они занимали. Итак, 10. Хозяйка уже будет знать, сколько ей надо взять вот таких заготовленных, закрученных листьев. Поэтому всегда лучше делать вот так. Я их заворачиваю и потом складываю в целлофановый пакетик. И они у меня лежат в морозилке. А когда надо, достаю, даю им разморозиться и укладываю их в горячую воду. И потом очень хорошо делать из этих мягких, свежих, а не свежие, самые настоящие, вкусных листьев. Молдавские голубцы или русские голубцы или долмо. Ну, кто как хочет. Но факт то, что очень вкусные и приятно их кушать. И кислинка у них есть. И напоминают они о лете. Вот так. В таком виде в целлофановые пакетики и в морозилку. Приятных вам заготовок! Субтитры создавал DimaTorzok